Привет ребята, мои друзья и подписчики. Сегодня у меня появилось время, чтобы появилось время погулять, поснимать видео, потому что немного самоточу, поработать, еще какие-то дела. А сегодня как раз хорошая погода, я решу поснимать видео, погулять, может быть интересная достопримечательность, поэтому попробую это все смонтировать вновь, и посмотрим все получится, будет интересно. Погодка сегодня хорошая, у нас последняя погода не была, не очень погода, а сегодня солнышко вышло, и есть желание как-то гулять. Да, в принципе, в городе где я живу, в принципе, зеленый сейчас. Получается уже холодно, зима, так сказать. Ну, она такая культурная зима. То есть она такая, ну, здесь нет морозов, и это в 30 градусах. Так. Хочусь снимать. Погуляйте со мной сегодня. Погуляйте со мной сегодня. Спасибо. Погуляйте Погуляйте сходку перед парой. Погуляйте со мной. Погуляйте сходку уже. Погукайте. Оператор. Погуляйте. Погуляйте. Игорьì. Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Вот так выглядит станция метро. Ждать у меня где-то 7 минут. Посадка после электронной пикулёра, а потом после пикулёра пересадка на автобус. Ну и вообще с должности час не ехал. Не то. Транспорт входит. Транспорт входит. Субтитры делал DimaTorzok Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 потихоньку потому что я в принципе пока сюда ехал где-то час и уехал я захочу зайти может какой-то кофе попить или кока-колой потому что устал немножко красиво красиво такое дерево красиво да но и и и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Продолжение следует... 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 вот на ту крепость я уже ходил там крепость получается какая-то крепость чего-то там защитой защищать которая защищала раньше порт крепость а снизу порт я уже ходил ой отсюда видно Саграду Саграда фамилия не Саграда а вот этот храм в который я так же ходил вүшкейн 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 Продолжение следует... 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 Тоже красивая улица, такая аккуратная. Прикольно сделано, чтобы солнце не светило в окно. Здесь вообще вид классный, блин, такая улица, я посмотрю. Спускаться вниз не буду, лучше потом придется подниматься, я не хочу, просто гора там такая красивая в конце. Может на нее как-то схожу потом, интересно куда ездит метро. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Все, спустился я на фуникулёре, сел в этот утро, приехал и мне нужно сесть на автобусную установку в этом, жду автобус. Сейчас поеду на море. В принципе, быстро так я все сделал. Такой контраст, там горы, тишина, а здесь горы, кипит, люди ходят. Прикольно, необычно. Ну, одна автобусная остановочка, я сижу и уже я узнал номер своего транспорта. Ехать, в принципе, 10 минут на автобусе. Пойду на море погуляю. Как раз еще успею на закат. Достаточно быстро, хорошо работает транспорт. И один проездной получается и на фуникулёр, и на автобус, и на метро. На все один проездной. Ну, правда, в рамках именно Барселоны и пригорода. Ну, немножко устал. Ну, сейчас, может, доеду до моря. Там отдохну. Перекушу там. Может, покушаю. Проголодался. У тебя как раз уже и кафешки есть. Тут вообще кипит. Прямо много скутеров. Машин. Людей. Это центральная площадь Барселоны. Площадь Каталонии. Не вдавался в историю. Что она значит? Ну, в общем, центральная площадь. Central Square. Центр Плаза. 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 Плаза Каталония называется. На испанском. Машин. Плаза. 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 иногда автобус может опоздать где-то на минуту. Или приехать раньше на минуту. Поэтому запас какой-то все равно нужен по времени. Ну, небольшой. Потому что я погулял, погулял, но что-то я быстро справился с прогулкой, поэтому не нагулялся. Пойду на море еще. Это сегодня у меня выходной. Уже решил погулять, нагуляться. Пока погода хорошая. Потому что вчера была плохая погода сегодня хорошая. Можно гулять. Ну, у меня есть вообще планы, но они уже там после 7 вечера, когда уже солнце зайдет. Так, это не мой автобус. Другой. Да, это не мой. Так. Там прямо табло есть. Можно посмотреть, когда мой автобус будет. Что-то табло. Мой автобус. Через 1 минуту 30 секунд. Через 1,5 минуты мой автобус будет. Класс. Вот так вот. Жизнь. Ну, так много людей. Тут всегда много людей. Всегда. Вот всегда, в любой день. И днем, и утром я тут был. И всегда много людей. Все, выключаюсь, потому что мой автобус уже через полторы минуты будет. Можно подготовиться. Ну, вот я уже вышел из автобуса. И, иду в сторону моря. Такой вот день. Выходной, можно сказать. Ну, снимать уже особо нет. Солнце заходит. Темно. И когда темно. Ну, неинтересно получается видео. На закат я не успел на море. Ну, солнце уже зашло. Я не расстраиваюсь, потому что я особо не хотел. Ну, не планировал, по крайней мере. Тем более, у меня остался только час времени свободного. Я уже, собственно, пришел. Два здания и за ними море. Это центральный порт или что-то такое. А, центральная марина. Ну, где лодки стоят. Тут казино. В принципе, тут все такое. Понятно, интуитивно. Вот два дома. Это тут казино. И марина возле казино. Ну, логично. Где марина, где паркуются лодки. Там казино. И я, получается. Вот закат. Видно немножко. Ну, такие дома симпатичные. Высокие. Сразу возле моря. Тут парк. А тут торговый центр. За ним марина. Не знаю. Можно через парк пройти. А можно через марину. Я, наверное, пройду через парк, потому что марина там, в принципе, просто лодки стоят. И все. Вчера был дождь. Везде лужи. Вчера дождь шел целый день. С утра до вечера. И солнце даже не выходило. Вчера был, вообще-то, выходной здесь, в Испании. И называется он Непорочное зачатие Девы Марии. Я знаю, звучит, конечно, необычно. Непорочное зачатие Девы Марии. Ну, такой праздник. Так что вчера все отдыхали. Веселье было. И с утра до ночи лил дождь. Ну, в принципе, не холодно было. Просто дождь шел. А сегодня, прямо с утра и до вечера, светило солнце. И ни одной тучки. Так что, конечно, погодка. Интересная. Пальма красивая. После дождя так как-то приятно в парке ходить. Потому что, когда долго дождя нет, то оно сухенькое. Так как бы суховато. А после дождя все цветет, пахнет. Только лужи. Даже неплохо. Даже, можно сказать, классно, когда дождь. Потому что моет улицы. Ну, вообще, дождь как-то прикольно. Ну, даже не дождь прикольно, а прикольно следующий день после дождя. Так, тут у нас все равно. Какая-то достопримечательность. Ну, вот, когда солнце зашло, конечно, видео уже получается не такое яркое. Ну. Ну, уже 5 часов. А, вот уже я дошел. Вот это Марина. Надо переходить дорогу, потому что дальше этот парк, он уйдет как бы левее. А море останется правее, после не будет дорога. Не хватает идти по дороге. Лучше. Но, с другой стороны, там, где Марина, я снимать не могу, потому что здесь запрещено снимать людей. И это не очень прикольно. Ну, можно их снимать аккуратно. Тут просто такие законы, что нельзя снимать людей. Поэтому надо стараться не снимать их. Ну, или хотя бы, чтобы они не обращали внимания на тебя. Потому что такие правила. Что сказать? Законы есть, законы надо соблюдать. А вон уже море. Я Марину прошел, и впереди море. Ну, мне, в принципе, не проблема. Я снимаю, если люди, я выключаю видео, а потом снова включаю. И все. Мне даже нравится, что есть законы и правила. Не, ну, а действительно, чего надо? Если люди не хотят, чтобы их снимали, почему они не хотят, может, знаете, там, гуляют. И поэтому логично, что есть закон, который запрещает снимать людей. Так, ну все. Тут я уже подхожу к морю. Выключаюсь. Сейчас подойду на пирс, сяду и буду снимать дальше. Когда уже будет солнце заходить. Хотя солнце уже зашло. Но все равно, сниму что-нибудь. Ну, вот я дошел на набережную. Набережная красивая, конечно. Ну, ведь сегодня тепло. Люди гуляют. И я гуляю. Я вообще хожу на море достаточно часто. В принципе, бесцельно. Тут есть много рыбаков, они удочки. Они носят с собой удочки и ловят рыбу. Ну, я не люблю ловить рыбу. Ну, в принципе, могу посидеть рядом с рыбаками. Просто наслаждаюсь там закатом. Тут, в принципе, так отдыхаешь немножко. Вот так. Ну, если есть море, чтобы на него не зайти. Правильно? Более у меня полтора часа времени. Что в городе сидеть, что в городе погулять на море. В принципе, можно погулять на море. Красиво получается, видите. Красиво это. Но уже темно. Темнеет потихоньку. Тут спортплощадка есть. Я иногда тут подтягиваюсь на турниках. Ну, или такие другие упражнения делаю. Как для физического здоровья. Тут повсюду стоят... Ну, много, как бы, таких вот спортивных зон. Поэтому есть чем заняться. Сейчас можно... Небольшой спорт... Спортивную минутку себе выделить на закате. А потом потемнеет. Пойду по своим делам дальше. В принципе, насыщенный день получился. Если бы я раньше проснулся, я бы еще больше погулял. Ну, если бы я раньше проснулся, я бы хотел спать. А так я выспался сегодня. Пирс красивый. Тут, в принципе, люди такие, как я. Тут берут с собой подстилки. И сидят просто на море. Берут с собой какие-то там ништячные... Какие-то, ну, вкусняшки, которые можно покушать. И смотрят просто на море. Ну, то пиво пьет, то вино. Кто травку курит. Кто там бухает. Ну, нет, бухать в основном. Сильно они пьют тут люди. Ну, просто берут какие-то снеки. Сидят на море, разговаривают. В принципе, неплохо. И пляж такой, в принципе, чистенький. Здесь аккуратно все. Ну, и такой обрыв. В принципе, красиво. Да, красиво получается. На видео красиво. И так, и вживую тоже красиво. И запах приятный. Ну, я тоже так посижу, отдохну. Какое-то криво время. Пока тепло, пока не похолодало. Потому что солнце заходит и начинает уже холодать. Ну, я думаю, мы на этой хорошей ноте и закончим первый выпуск. Я теперь попробую это все смонтировать в одном видео, чтобы было интересно. Ну, вот, я пришел и отдыхаю. Ну, вот, я знаю. Продолжение следует...